Долгих 4,5 месяца наша виртуальная студия ждала финального релиза игры Army of Two И вот, наконец, дождалась Поэтому мы здесь сегодня собрались Еще раз посмотрели на игру И решили поделиться впечатлениями Итак, встречайте Юрий Ливандовский, Александр Устинов и Артем Шорохов Первым делом Army of Two это не просто шутер, а шутер кооперативный Рассчитанный на совместное прохождение двух игроков Нас, конечно, здесь трое, но мы все игру попробовали Даже прошли по нескольку раз Нам, в общем-то, есть какими впечатлениями поделиться Собственно, этим давайте и займемся Какие, ребята, у нас впечатления И, в первую очередь, что в Army of Two понравилось Вот за что ее стоит полюбить В первую очередь нравится сама идея того, что два главных персонажа Причем они не просто ходят рядом с друг другом А они постоянно друг на друга могут прикалываться Отпускать всевозможные шуточки Ну и, конечно же, здесь есть две волшебные кнопки Это похвалить вашего напарника Или поругать его Выглядит очень клево Раньше мы такого не видели Очень понравилось Очень хочется отметить, что, несмотря на то, что Игру задумывали, чтобы в нее играли Исключительно два живых человека Искусственный интеллект бота В синглплеере очень адекватный И вообще один из лучших искусственных интеллектов напарника Который лично мне доводился видеть в играх Многие могут сказать, конечно, что он там подыхает Очень часто оттаскивает вас Когда вас ранили куда-то не туда Все это, на самом деле, чистой воды брехня Просто надо уметь хорошо командовать Если вы хорошо будете четки командовать вашему боту Вы игру пройдете, ну, не то чтобы на лету Но особо не застревая на каком из эпизодов Я спешу добавить, что взаимодействие двух напарников Там, живых людей Или с тем же самым ботом Оно упоминается нами постоянно не ради красного словца Оно действительно есть И не только в тактике Дело в том, что в игре присутствует Так называемый агрометр Это показатель того, насколько агрессивно ведет себя Один из партнеров И, соответственно, сколько внимания ему уделяют противники И на поле боя это очень-очень важно Потому что именно на этом и строится Большая часть перестрелок Пока враги отвлеклись на особо шумного и наглого Представители нашего дуэта Второй аккуратненько и потихонечку меняет позицию Выходит на наиболее удобное для себя место И перестреливает врагов сбоку или сзади Звучит просто, но на деле все происходит очень быстро Положение на поле боя постоянно меняется И уже там через 10 минут Каждый из игроков орет что-то своему напарнику Они между собой также переругиваются Могут друг друга и похвалить И подзатыльник ответить даже без всякой кнопки Само по себе это не то, что будет там как-то новое или здорово Но определенную атмосферу вот этого кооперативного взаимодействия Определенный какой-то вот фан От того, что под боком сидит живой какой-то напарник Ну или очень похожий на живого Который и прикроет тебя И глупость какую-то может заморозить Но тем не менее в бою он необходим и без него не выжить Это добавляет, привносит И, наверное, именно этим армию в туле цепляет больше всего Ну вот как раз с этим взаимодействием Наверное, игра нам очень Сюжет напоминает какой-нибудь классический боди-муви В котором у нас есть два разных персонажа Непохожих, но которые должны сплотиться Достаточно вспомнить какое-нибудь смертельное оружие К агрометру хочется еще добавить Такую волшебную штуку, как коверкил Когда один из персонажей настолько долго находится в максимальном агро Что появляется контекстная кнопка по названию оверкил Мы ее включаем И тот, у кого была агро Он начинает ходить медленно, но стрелять в два раза сильнее А тот, кто в этот момент изображал из себя белого зайчика Он начнет бегать, как у горелой невидимой Бегать, надо заметить, тоже в два раза быстрее Станет невидимым для врагов на время этого самого оверкила И может всякие пакости творить Раз уж мы все постоянно говорим про агро Хотелось бы еще рассказать немного о местном апгрейде оружия Которое напрямую влияет тоже на него Потому что на фактически любой автомат, пулемет, пистолет Можно вешать всевозможные апгрейды, влияющие на разные характеристики оружия И одна из этих характеристик, конечно же, агро Например, мы можем взять всеми любимый калашников Заменить у него ствол, заменить у него приклад Поставить на него магазин с увеличенным патронтажем И самое главное, мы можем изменить его внешний вид Превратив его в нечто экзотическое Сделанное из золота и инкрустированное бриллиантами Очень клево выглядящее Вот именно этот внешний вид влияет вообще только на показатель агро Когда мы с таким вот пимпонутым автоматом выходим на поле боя То, в принципе, у врагов можно уже фактически не стрелять А просто показаться с этим автоматом И половина агро будет уже на вас Враги побегут, отбирать у вас этот золотой калашников И вашему напарнику останется только стрелять им в спины Помимо агро у нас все-таки есть несколько специальных действий Которые требуют именно участия двух человек Есть у нас так называемый степ-джамп Когда один персонаж подсаживает другого Местами он нужен исключительно для того, чтобы продвинуться по уровню А иногда нам его дают провести, чтобы проявить свою тактическую хитрость Но тут стоит, конечно, учесть маленький нюанс Что вот мы подсадили нашего напарника на какой-нибудь контейнер А сами внизу гуляем И если напарника подстрелят на этом самом контейнере То все, можно перезагружаться Помимо этого у нас есть еще тактический щит За которым прячется один А второй идет следом и поливает всех свинцом Можно импровизировать и отрывать у некоторых машин двери И тоже использовать эту дверь как щит При этом тот, кто идет впереди и прикрывается Он может дать еще по зубам этим щитом или дверью врагу Помимо этого у нас на предпоследнем-последнем уровне Есть совместные поездки на катере на воздушной подушке Схема классическая Один рулит, другой отстреливается Плюс нам дадут поразвлекаться спаренными прыжками на парашюте Когда один дергает за стропы, а другой стреляет Там и снайперки или что у него там под руку подвернется И есть еще исключительно, конечно, триггерный элемент Но не менее интересный или эффектный Так называемый back-to-back Когда персонажи остают спина к спине И фактически у нас начинается маленький такой тир Враги лезут отовсюду И наша задача перестрелять всех до того, как перестреляют нас Мы очень много говорим про геймплей Хотелось бы еще и немножко сказать про графическую сторону игры В принципе, она вполне неплохая Модели персонажей очень симпатичны Но при этом есть, конечно, недостатки В большинстве они касаются, наверное, больше не графики, а анимации Потому что, особенно в скриптовых сценах Наши персонажи иногда двигаются очень неестественно И есть подозрение, что разработчики пожилили денег на motion capture оборудование И анимировали все это дело вручную Хотя, конечно же, есть в игре и очень эффектные моменты Например, уровень на авианосце Радует нас очень-очень реалистичным и очень красивым морем Которому могут позавидовать и многие, наверное, симуляторы Ну, в целом, главным недостатком армии в ту, наверное, можно было назвать ее Какую-то некоторую обычность по целому ряду признаков То есть, как уже было здесь сказано Графика неплоха Графика, в общем-то, на современном уровне Но при этом звезды неба не хватает И не переплевывают, в общем-то, многие-многие другие боевики То же самое можно сказать еще о ряде вещей Там, например, об анимации, о текстурах, о моделировании Но суть-то не в этом Суть в том, что играть в армию в ту очень интересно Интересно играть, в первую очередь, вдвоем Хотя и однопользовательский способ прохождения не задвинут слишком далеко И это, наверное, в играх все-таки самое главное Чтобы был хороший забористый геймплей Чтобы врагов хотелось убивать и убивать А на графику или какие-то мелкие придирки не сильно оглядываться А! Salem! Help! Salem! I'm hit! I need some help!